Геннадий Головкин в интервью «Рич Эйзен Шоу» поделился мнением о его следующем сопернике, 35-летнем канадце Стиве Роллсе. 8 июня на Мэдисон Сквер Гарден покажу людям новый стиль, новое шоу, подарю им новый подарок. Биг Драма Шоу вернется, как обычно. Работает Джонатаном. Я чувствую себя совершенно по-другому, гораздо лучше. Я понимаю, что Роллс хороший соперник. Он не побежденный. Это серьезное дело. Но раз ты чувствуешь себя настолько хорошо, я бы не дал ему шансов. Да ну, у каждого есть шанс. Это же бокс. Может быть очень маленький, но шанс. Конечно, я считаю, что выиграл первый и второй бой. Все это знают. Поэтому я хочу третий поединок. Я готов. Сейчас я чувствую себя тинейджером. Мне очень нравятся все эти новые идеи. Моя скорость, мой бокс. Теперь я ощущаю себя боксером, а не уличным бойцом. Также Геннадий Головкин и Али Ахмедов провели открытую тренировку. Мереприятие было открытым для журналистов и болельщиков. Треплжи не только порадовал собравшихся журналистов боксерскими элементами, но и шутками. Так кто-то похвалил его за легкое движение по рингу и сказал, что он омолодился. Выглядел бодрым, улыбается, хорошо себя чувствует. На что Геннадий ответил. Дайте мне музыку. Я покажу вам Майкла Джексона. Очевидно, публику это развеселило. Продолжение следует... Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что американскому супертяжеловесу Майкл Хантуру пора повысить уровень оппозиции, чтобы в ближайшем будущем претендовать на бой с чемпионом мира в этом весе Энтони Джошуа. Мне нужно организовать ему бой против топового претендента. Если он победит, тогда он окажется на пороге отборочного поединка или, возможно, боя против Энтони Джошуа. Есть три победы в супертяжелом весе. Бакуале, Устинов и Мальдонадо. Сейчас настало время сделать шаг в топ-10 и попытаться получить бой с именитым соперником. Есть Джозеф Паркер и Александр Поветкин. Чар встречается с Тревором Брайаном, так что это пока откладывается. Ему не важно, кто из них. Александр Усик – это хороший бой для Хантера, сказал Хирн. Также стало известно, когда известный украинский боксер Александр Усик вернется на ринг. Как сообщил Эдди Хирн, дебютный бой его подопечного в супертяжелом весе состоится в сентябре этого года. В данный момент имя оппонента неизвестно. Промоутер Том Лефлер рассказал об узбекском боксере Исраиле Мандримове. Соперник Мандримова определится позже. При этом Том сравнил Исраила с украинским чемпионом Василием Ломаченко. Исраил Мандримов также выступает в этом шоу. Его рекорд 2-0 с двумя нокаутами. Бой будет рассчитан на 10 раундов. Он идет по пути Ломаченко. Дебютировал в профи с 10 раундов боев. Бывшему претенденту на титул чемпиона в супертяжелом весе Артуре Шпильке предложили встретиться на ринге с Дариком Чесорой. Их поединок может состояться в андеркарте боя Диллиана Уайта против Оскара Иреваса. Об этом сообщил глава промоутерской компании Матч Румбоксинг Эдди Хирн. Чемпион IBF по усреднем весе Эрл Спенс-младший попытался осадить обладателя титула суперчемпиона WBA в этой же весовой категории Кита Турмана. В преддверии поединка против Мэнни Пакьяо Турман уже наговорил много лишнего. В частности, он заявил, что после их встречи 40-летний Пакман закончит карьеру. Эрл Спенс, мягко говоря, не сильно уважает Турмана. Он считает, что Кит специально подбирает слабых оппонентов. По мнению Спенса, бой с постаревшим Пакьяо – типичный выбор Турмана. Эрл в ответ на смелые заявления Кита островно намекнул, что тому не стоит избегать их поединка. «Слышишь, задница! Ты сам не исчезни, если победишь!» – написал Спенс. Казахстанский боксер Бактьяр Уюбов рассказал о выборе весовой категории для поединка с американцем Брайаном Сибалио. Они встретятся в андеркарте Буа и Геннадий Головкин Стив Роулс. «Я согласился драться не в 140 фунтах, а в 147. Есть информация, что мой оппонент не сможет сделать 147 фунтов, поэтому поединок может пройти в 148-149 фунтах. Я высказал своё мнение и согласился. Во-первых, это шанс, во-вторых, это деньги. Но данные мои меньше, чем у соперника. Но это ерунда. Зато у меня сердце большое. Я спарринги провожу с большими бойцами. Два раза больше, чем я. Тренеры мои понимают, что это риск и шанс. Мы усердно готовимся к этому бою», – подытожил Юбов. Бывший чемпион в первом среднем весе Реслан Дилара, вероятнее всего, пройдёт следующий поединок 31 августа. Его соперником станет брат Сауле Альвареса. Правда, при этом кубинец не уточнил, какой именно. Вероятнее всего, речь идёт о романе Альваресе. Так как Рикардо Альварес не выступал за 2014 года, а Ригаберто Альварес официально объявил о завершении карьеры. А на этом у меня всё. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok